Приветствую вас, Марина. Ваш вопрос не странный, совершенно, он абсолютно нормальный, как мне кажется, абсолютно естественный. Проблема, как мне кажется, заключается в том, что вы чувствуете вину. Это то, что я вижу сейчас. Мне кажется, что вы чувствуете вину, то есть обязаны сделать то, что от вас ждут, а не то, чего вы хотите, с одной стороны. С другой стороны, если принять во внимание тот факт, что вы много времени, как я понял, живете с папой, если принять во внимание тот факт, что ваш муж, судя по тому, как вы о нем говорите, не является реальной силой. И мне так показалось, что вы довольно пренебрежительно о нем отозвались, буду рад ошибаться в этом. Вот. И с учетом того, что вы за своим мужем живете у папы, я полагаю, что где-то где-то подсознательно вы, вероятно, боитесь... Боитесь... От папы сепарироваться. Естественно, это всего лишь кипотеза. Я не утверждаю этого наверняка, я не могу этого утверждать, потому что я вас не знаю. Вот. Я с вами разговаривал. И мне абсолютно нечем подтвердить свое предположение. Просто вот я так... Вот мне такая мысль пришла в голову. Потому что вы чувствуете себя не свободны с одной стороны, с другой стороны. Мы... Ну, вы... И сами... Как бы поставили себя в такое положение, что... Своего жилья у вас нет. Ваш муж... Человек такого же плана, что своего жилья у вас нет. А... И вы живете с... Отцом. Да? Вот. Который, в итоге, дарит вам дом. То есть, он, вероятно, хочет, чтобы вы съехали. Хочет пожить для себя. Это, в принципе, естественное желание. Но вы грустите и мучаетесь, чувствуете того, что... От вас существует... Что вот... От вас волнует ремонт. Мать какая штука. То есть, вам... Как бы, надо отдельно поверить. Не важно где, не важно как. Упаковать, волнует ремонт. Вот. Ну, то есть, это вот выглядит как... Нежелание. По факту... Уезжать. Некое такое сопротивление. Вот. Потому что... Все остальное, в принципе, решить можно. Я думаю, что... В том же доме можно расширить стены, да. Чтобы комнаты стали больше. Ну, вот. Или... Там, тот же дом, например, сдавать. Можно жить в квартире. Ну, короче, вариантов очень много. А... Вам немножко другое. То есть, что... Вас мы чуть-чуть повели. И... Судя по тому, что вы вот... Живете с таким достаточно авторитарным отцом, вы... Хочет... Хочет... От него... Сепарироваться. С одной стороны, он вас вроде как... Душит. И вам вроде как тесно. И вы хотите... Как-то вот... Себя проявить, да. То есть, заявить о себе. Вот хочется как-то сбунтоваться. Хочется посопротивляться. А с другой стороны, Вот. Есть то, что называется вот страхом, да. И... Такая вот неуверенность в себе. Вот, и вероятно, есть ещё с вашей стороны и некоторая властность, потому что, ну как я уже сказал, а муж, ваш муж, вот он по ощущениям не представляет силы, да, не представляет какой-то такой реальной силы, на которую можно было положиться вам, я имею ввиду вам. Вот, соответственно, вот примерно такой ответ можно вам, наверное, дать здесь. Как себя вести, вы знаете, сейчас, наверное, никак, да, потому что сейчас вы, в любом, наверное, случае, не сможете выбрать для себя такую модель. Сделать такой выбор, который бы вас устроил, вы не сможете, потому что вы чувствуете вину, и у вас этого сделать все получится. Сначала нужно поработать с чувством вины, на мой взгляд, и уже после этого, уже после этого можно будет думать, что дальше делать и как поступать. То есть, пока у вас есть чувство вины, да, пока вы, ну, пока испытываете чувство вины, ситуация для вас не изменится, вины. Ну, вот, если же, если же с чувством вины поработать, то, то вы можете получить для себя средства и возможность поступать более свободно. Ну вот, наверное, как-то так я ответил бы на ваш вопрос, который вы задаете. То есть в целом здесь какого-то грамотного, ну в смысле правильного решения, да, здесь не существует, к сожалению. Просто, просто вот потому, просто потому что это решается немножко по-другому. Это решается не просто выбором поведения какого-то. Это решается не просто выбором какой-то вот, знаете, поведенческой модели. Это решается скорее внутренней работой, вот и, ну, последующей корректировкой себя и своего поведения уже. Вот и там, в зависимости от, значит, ситуации, да, можно уже говорить что-то, вот. Ну, в зависимости от того, чего вы хотите, вот. Потому что свои интересы нужно отставить. В любом случае, вы это делаете, на мой взгляд, ну, крайне неловко, вот, и крайне неуверенно в себе. Вот, да и, соответственно, копится, копится у вас какая-то вот неуверенность в этой всей ситуации. Поэтому я думаю, что примерно так. Я бы ответил на ваш вопрос. Вот на этом всё. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего доброго. Прислушивайтесь к себе, а не к тому, чего от вас ждут другие люди. Вот. И всё у вас будет замечательно. Boris, что я хочу помочь любому правдопримуру. И, абсолютно. Смотрите продолжение в следующей серии.